Средний размер пенсии и социальных государственных выплат в Павлодарской области в следующем году вырастет от 7 до 9%. В первую очередь это связано с увеличением прожиточного минимума и реализацией государственных программ. В частности, с 1 января в стране внедрят новую спецсоцвыплату для работников, длительное время занятых во вредных условиях труда. Подробнее в следующем сюжете. Условиями для назначения специальных социальных выплат является достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ не менее 7 лет. По региону на данную помощь могут рассчитывать более 4 тысяч человек. Выплата производится до достижения пенсионного возраста, то есть выплачивается с 55 до 63 лет. А уже в 63 года мы назначаем уже на общих основаниях пенсионные выплаты по возрасту, базовые пенсионные выплаты и выплаты из накопительного пенсионного фонда. На сегодняшний день предусматривается, что эта выплата будет производиться лицам, которые работают, и те лица, которые по состоянию на сегодняшний день не состоят в трудовых отношениях, то есть не работающие. Для работающих будут производиться выплаты из четырех источников, из бюджета будет выплачиваться два прожиточных минимума, за счет работодателя будет выплачиваться один прожиточный минимум, за счет компании по страхованию жизни будет выплачиваться один прожиточный минимум. То есть четыре трети выплаты зависят от размера прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год. А четвертая выплата будет производиться из единого накопительного пенсионного фонда. Кроме того, за следующего года предусмотрено пожизненное осуществление страховых выплат за счет средств страховых организаций, лицам, потерявшим профессиональную трудоспособность. У нас есть группа граждан, мы их называем регрессниками. Это те граждане, которые получили утрату трудоспособности от 30 до 100%. Этим же законопроектом предусмотрено продолжение, то есть страховые выплаты, выплачиваемые работникам в случае потери трудоспособности, эти выплаты будут сохранены. В среднем в регионе размер пенсии и социальных государственных выплат в следующем году вырастет от 7 до 9%. На сегодняшний день численность пенсионеров в области составляет 113 тысяч человек. Размер обычной пенсии на декабрь составляет 122 тысячи тенге. В текущем году минимальный размер базовой пенсии устанавливался с 54 до 60% от прожиточного минимума. Со следующего года она вырастет еще на 5%. Департаментом уже проведена работа по перерасчету, то есть мы уже на сегодняшний день готовы к Новому году, к 1 января. И можно отметить, что средний размер всех пенсионных выплат, соответственно, по Павлодарской области увеличился. Так, размер базовой пенсии увеличился с 38 409 тенге до 43 261 тенге. Солидарная пенсия выросла со среднего размера 83 709 тенге до суммы 91 144 тенге. А в целом размер выплат пенсионных, соответственно, из бюджета вырос со 122 188 тенге до 134 405 тенге. То есть вот такой вот рост значительный. Если еще учитывать то, что к этой же выплате у нас добавляются в том числе выплаты из единого кабина пенсионного фонда, то можно отметить, что средняя пенсия по Павлодарской области увеличивается. Также за счет роста месячных расчетных показателей увеличивается размер государственных социальных пособий. Сейчас количество лиц с инвалидностью, получающих помощь, составляет 20 тысяч человек. По случаю потери кормильца – 8 тысяч. Почти 10 тысяч многодетных семей обеспечены госпомощью. Многодетная семья, имеющая пятерых детей, получала в прошлом году ежемесячное государственное пособие в размере 20,04 месячного расчетного показателя. С учетом индексации на 2023 год размер пособия составлял 69 тысяч 138 тенге. С 1.01.2024 года пособие составит 73 тысячи 988 тенге. Также при рождении ребенка семье выплачивается два вида пособия в зависимости от очередности. Семья, в которой родился третий ребенок, выплачивается единовременное пособие на рождение ребенка. На 1.01.2023 года она составляла, например, 131 тысячу 100 тенге, то уже с 1.01.2024 года эта сумма будет равна 140 296 тенге. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до одного года, размер которого до нового года составлял 27 тысяч 83 тенге, уже с нового года будет составлять 28 тысяч 983 тенге. Согласно принятому закону о республиканском бюджете на 2024-2026 года установлено, что с 1.01.2024 года месячный расчетный показатель будет составлять 3692 тенге. Ермик Сапаров, Юрий Белевский, Иртис Ахпарат.